вы не думали почему большинство начинающих трейдеров теряет по статистике брокеров от 95 до 98 процентов пришедших на рынок потеряют депозит менее чем за полгода скажете новичкам не хватает знаний да но это не главная причина привет это адмиралс меня зовут лембиту главная мысль сегодняшняя встреча заключается в том что вы не зарабатываете на рынке не потому что это вы такие неспособны а потому что любой нормальный человек на рынке будет терять рынок очень агрессивная среда это как хотя по гололеду можно убеждать себя что вы просто разучились держать равновесие или принять гололед как факт и начать держаться за поручни агрессивная среда на бирже возникает из-за трех фундаментальных особенностей человеческой психики которые не учитывает большинство новичков назвав их я надеюсь мы сможем приблизиться к решению представьте себе такой эксперимент его кстати многократно проводили в разнообразных бизнес-школах группу студентов делят случайным образом на две равные половины одной половине дарит кофейную чашку с логотипом второй ничего не достается тех кому не повезло просят хорошенько рассмотреть чашку и оценить сколько бы они заплатили за нее также спрашивают владельцев чашки за сколько они согласны ее продать казалось бы одна и та же чашка но владельцы чашек всегда оценивают ее в несколько раз выше тех кому чашка не досталась сколько бы раз этот эксперимент не проводился он приводил к одному и тому же результату за исключением одного раза когда ученые потерпели поражение но об этом расскажу чуть позже а сейчас встречайте нашего первого героя эффект обладания прежде чем начнем небольшое отступление большинство идей и способов противостоять психологическим проблемам я почерпнул в книгах о них поговорим ближе к концу видео эффект обладания приводит к страху потерь а он свою очередь заставляет выходить из сделки с маленькой прибыли как только сделка вышла в плюс человек становится владельцем этой прибыли ему непереносима мысль о ее потери поэтому он стремится как можно быстрее и зафиксировать по той же причине эффект обладания не позволяет обрезать убыток когда он еще маленький почему-то среди новичков бытует мнение что правильная стратегия дает раз за разом прибыльный вход поэтому убыток они воспринимают как нечто аномальное профессионалы принимают убыток как необходимую часть процесса люди так устроены что никто не любит терять и выход здесь в одном приучить себя спокойно переносить убыток но делать его небольшим и менее вероятным асимметричное восприятие прибыли и убытка это прямое следствие эксперимента с чашкой люди воспринимают боль от убытка в несколько раз сильнее чем радость от приобретения чтобы восполнить обиду от потери 100 евро получить 100 евро недостаточно третье чувство возникающее из-за эффекта обладания страх совершить ошибку который усиливается склонностью переоценивать свои идеи дело в том что мы очень любим свои идеи мысли и предположения даже если они не отражают реальность поэтому если мы думаем что цена развернется то будем идти против тренда пока нас не остановит боль от убытка без специальной подготовки наше сознание во время трейдинга все время блуждает в лабиринте и вынуждает принимать убыточные решения желание принимать быстрые решения ведет к склонности все упрощать а это приводит к ошибочным суждением мы быстро принимаем решение несмотря на недостаточное количество информации упрощение происходит по нескольким путям первый эффект реолог например вы навешиваете на актив ярлык сильно вырос после чего ищите вход только шорт игнорируя график и как итог когда цена взлетает вверх теряете или в лучшем случае пропускаете движение наш разум экономит время при принятии решений и другим способом существует предвзятость подтверждения склонность человека интерпретировать или отдавать предпочтение той информации которая согласуется с его точкой зрения убеждением или гипотезой предвзятость подтверждения это бич трейдеров так как заставляет раз за разом идти против тренда и наступать на одни и те же грабли эффекта реола и предвзятость подтверждения возникает потому что разум человека жаждет принимать быстрые решения полагаясь на чрезмерное упрощение и пытаясь заполнить пробелы в данных человек приходит к неверным выводам помимо эффекта ореола и предвзятости подтверждения к ошибкам приводят ивристики для быстрой оценки ситуации человеческий разум создает ярлыки помогающие понять окружающую обстановку они называются эвристикой используя неподходящие к ситуации ярлыки мы делаем ошибки рассмотрим два типа таких ошибок эвристика замены мы упрощаем заданный нам вопрос если нас спрашивают стоит ли покупать акции фирмы производителя электромобиля мы можем отказаться от сложного анализа ситуации но твердо ответим нет так как нам не нравится владелец или да если нравится эвристика доступности человек преувеличивает вероятность того о чем часто слышит эти эвристики приводят к трем ошибкам в оценке события ошибка оценки вероятности события когда люди считают более вероятным то что произошло недавно или легко представить ошибка оценки чистоты события человек решает что то что он наблюдал сам или о чем слышал сам чаще происходит ошибка связаностей события которые проще представить вместе, связаны между собой. Например, недавно в новостях на полном серьезе объяснили падение биткоина событиями в Казахстане. Но если посмотреть на график, падение началось задолго до волнений. Наше решение отталкивается от эмоциональных образов, а не от рациональных расчетов. Но эмоциональные образы, которые помогают нам понять мир, создают ошибки прогнозирования. Чтобы понять ситуацию и сделать вывод, разум инстинктивно используют образы. Мы создаем мысленный образ, чтобы объяснить идею или понятие. Например, летом часто видишь легко одетых людей даже при холодной погоде, потому что лето – это тепло. Зачастую мы доверяем сложившимся образам больше, чем фактической информации. К сожалению, из-за этого мы мгновенно находим объяснение любому своему мнению и поступку. Хотя часто эти объяснения не имеют ничего общего с реальностью. Неспособность уделять длительное время каким-либо однотипным действиям и в то же время навязчивое желание все время нажимать клавиши компьютера или смартфона, сидеть в соцсетях, просматривать ленты новостей, посылать и получать текстовые сообщения, искать в интернете что-нибудь интересное – подобные привычки приводят почти к физическому дискомфорту от целенаправленного ожидания хорошего входа. Поэтому часто мы совмещаем задачи. В книге Дэвида Рока «Мозг. Инструкция по применению» есть описание исследования, проведенного в Лондонском университете. Там в ходе эксперимента выяснилось, что многозадачный режим оглупляет так, что выпускник Гарварда скатывается на уровень первоклассника. Избегание скуки, повышенная отвлекаемость и привычка то и дело перескакивать от задачи к задаче, от идеи к идее, а иногда и физически с места на место. В трейдинге это приводит к двум серьезным проблемам. Первое. Неоправдано большое количество сделок. Трейдеру сложно ждать и он, надеясь на удачу, начинает активно входить и выходить, игнорируя правила. Второе. Переключаться в многозадачный режим, просматривая одним глазом что-то интересное. Часто это происходит от того, что трейдер понимает – входить и выходить без разбору – верный убыток, но в то же время не знает, чем заняться, ожидая сделки. Многим кажется скучным в это время наблюдать только за графиком. Проблемы обозначили. Приступаем к их решению. Я планирую сделать серию вебинаров по теме психологии трейдинга, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на YouTube канал Адмиралс и жмите на колокольчик, так обо всем узнаете первыми. Чтобы справляться с эффектом обладания, нужно предпринять несколько шагов. Во-первых, надо прописать правила управления сделкой. Чем они будут нагляднее, тем лучше. О том, как это сделать, у меня снят ролик «Три самых важных шага перед открытием сделки». Ссылка будет в описании. Следующим этапом прописывайте правила управления капиталом. Там будет, каким количеством торгуете, когда и при каких условиях закрываете сделку, когда увеличиваете количество лот, когда уменьшаете, каким будет первоначальный риск в сделке. Лучше всего, чтобы ваш рост в трейдинге был постепенным, без резких скачков. Даже если у вас есть значительный капитал, все равно начинайте с небольшой суммы и добавляйте понемногу. Для успешной работы вам нужна понятная торговая стратегия, которую вы разработали сами или адаптировали под себя чужую. Используйте в своей стратегии рисунки, схемы, все, что поможет вам узнать найденные закономерности. Не увлекайтесь текстом. О том, как разрабатывать свою торговую стратегию, у меня снят ролик «Как создать торговую стратегию с нуля». Ссылка на него будет в описании. В этом видео описаны основные элементы стратегии, так что несложно ее адаптировать будет под себя. Если все-таки импульсные решения произошли, опишите их. Подробно напишите, почему это произошло, что предшествовало этому. Описанная проблема – это наполовину решенная. На стене в группе ВКонтакте, под этой записью, выложу свой вариант журнала с подробным объяснением каждого пункта. Идея журнала взята у Брэда Стинбаджера, и в свое время он не раз помог мне в сложных ситуациях. Переходите по ссылке под видео в группу «Учимся зарабатывать на бирже». Для скачивания журнала регистрация ВКонтакте мне нужна. В интернете есть программы, которые используют эффект струпа. Тренируясь по ним, вы научитесь лучше справляться с импульсными действиями. Если вы импульсивны, рекомендую проходить тест хотя бы один-два раза в день. Для того, чтобы снизить отвлечение, настроите учетную запись в Windows так, чтобы не было физической возможности залезать в соцсети, мессенджеры и на другие любимые сайты. Отключите на время торговли смартфон, планшеты и все, что может отвлекать. Также полезно не просто ждать точку входа, а постоянно анализировать график цены. Так как ситуация меняется, важно себе задавать вопросы, к какому уровню подходим, какой тренд. Подтверждает ли рынок движение нашего финансового инструмента? Согласуется ли это с первоначальным планом? На эту тему у меня есть ролик «Метод свечного анализа 2.0». Ссылка на него будет в описании. Помните эксперимент с чашкой в самом начале? Там я сказал, что была одна группа, которая одинаково оценивала чашку, независимо от того, владели они ей или нет. Несложно догадаться, что этой группой были трейдеры с Уолл-стрит. Потом эксперимент повторяли на других трейдерах и все подтвердилось. На трейдеров не влияет эффект обладания. Большинство идей я почерпнул из книг, о которых сейчас скажу пару слов. Но в начале предупреждение о риске. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Первая книга, которую хочу порекомендовать «Думай медленно, решай быстро». Ее автор – нобелевский лауреат Даниэль Каннеман. В ней вы найдете массу полезного по теме материала. Она объемная, поэтому, кого пугает, есть аудиовариант. Сам я ее прочитал, а потом прослушал. Очень рекомендую. Еще одна полезная книга принадлежит Ричарду Ниспету, профессору социальной психологии. Я его уже цитировал. Здесь я представил книгу Дэна Ариэли «Предсказуемая иррациональность». Но на самом деле рекомендую прочитать все, что попадется этого автора. Его книги насыщены конкретными примерами и базируются на проведенных им или его коллегами экспериментах. Читаются, как хороший детектив, не оторвать. Пока еще ни одной его книги не бросил на середине. Хотя частенько это делаю, если вижу, что автор пустослов. Также рекомендую прочитать книгу Дэвида Рока «Мозг. Инструкция по применению». Несмотря на то, что автор не ученый с мировым именем, как предыдущий, он обобщил много полезной информации и свел ее воедино, используя наглядную форму. Если понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, какие книги помогли вам в торговле. Подписывайтесь на YouTube-канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!